С недавних пор на просторах интернета все чаще начали появляться статьи, посвященные вопросам работоспособности яблочных устройств, а также насколько сильно это может отразиться на экономической составляющей страны. На данный момент многих пользователей смартфонов интересует, возможно ли прекращение продаж техники Apple в России, поскольку покупка в режиме интернет-пространства прекратила свое существование, и каким будет пользование, если этого получится избежать. Возможность отключения устройств есть. На самом деле, если будут отключения, то способом как-то еще им попользоваться будет просто отключение интернета на телефоне. Я консультировался с рядом моих коллег. На данный момент пока что видимых проблем по технической части нет. На мой взгляд, при угрозах экономическому благосостоянию граждан я бы все-таки сконцентрировался не на покупке айфона, на покупке каких-то более важных вещей. Некоторые специалисты считают, что не обязательно, что айфоны будут запрещены к продаже, просто могут быть проблемы с их импортом, то есть их могут раскупить. Возрастет ли спрос на технику других марок? В случае этого, конечно, возрастет. И, соответственно, необходимо обратить внимание, в первую очередь, и китайских производителей, потому что у них есть еще и опыт работы в условиях санкций. Напоминаю, что компания Huawei находилась под американскими санкциями. И они как раз-таки для того, чтобы обеспечивать независимую работу своих устройств, они разработали собственную операционную систему. Раскрывая экономическую сторону в поле деятельности Apple на территории России, автоматически назревают вопросы касательно того, насколько изменится финансовый рынок и как повлияет на продажи возможно скорый уход яблочной продукции с полок магазинов и нестабильный курс доллара. Если вообще о финансовом рынке говорить, то финансовый рынок станет гораздо менее емким, менее активным, поскольку с него уйдут иностранные участники. Стоимость финансовых активов резко снизится, но она уже и так снизилась и, возможно, будет еще снижаться. И интерес инвесторов, в том числе и спекулянтов, соответственно, тоже будет значительно ниже без финансовой подбитки с зарубежных рынков. Скорее всего, продажи новых гаджетов будут очень сокращены или остановлены, а старые гаджеты, которые уже находятся здесь, резко подешевеют, поскольку в условиях блокировки ими практически пользоваться будет можно только в очень ограниченном режиме. Никто не знает, как будет развиваться ситуация и как будут действовать на противопутствующие стороны. И те, кто не участвует в противостоянии, но тоже может повлиять. К сожалению, на данный момент ни одно ведомство не сможет абсолютно точно спрогнозировать возможное разрешение ситуации. Гражданам России остается верить и надеяться на благоприятную обстановку в стране. Карина Саяхова, Универньюс.